Считаю вас, в основном, в первой части, что все остается в маленькой «Пятнице». Желтые советы, его, кстати, поменяли название на «Мужевый доход». Далее, «Одноглавый орел» у вас, в чьих местах, в основном, взял. Бесконечный сезон пробок, у которых опять не задают. Боритик и аналитик. Далее, «Смерть в грех». Далее, «Плотно в грех». «Плотно в грех». «Плотно в грех». «Плотно в грех». – Спасибо, в грех. – Спасибо. – На данный момент. – Всем пока. Спасибо. 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 Так, мы наконец-то все собрались. Мы начинаем. Спасибо. 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 Мы постоянно стоим в пробках, ждем автобуса, что-нибудь теряем и толкаемся. Наступаем на ноги. Сбиваем пробку. Растужаемся. Рвем колготки. Ждем колгота. Ну и так далее. Девочки, хватит. Если не значительно, на первый взгляд, вещь могут испортить нам их тренинг на целый день. Мы зацикливаемся на плохом, мы не замечаем так много хорошего. Например, вы узнаете, что сегодня, 2 марта, Александр Пушкин встречался с Натальей Венчаровой. Вышел первый номер журнала «Дайм». Джона Бонжоли исполнилась 50 лет, а в Турине вообще фестиваль «Шоколада». Наша передача будет называться «Маленькая мятница» и «Походить с четверком». Мы решили сделать радиоспектакль, который будет показывать, что маленькие проблемы не стоят наших нервов. И покажем вам в этом примере трех героев. Вот сейчас несколько, несколько, несколько. Домохозяй. Три истории такого, чтобы было в чем-то знаменитие, и что было не заинтересовало. Но ни о чем, два как-то маловато, а четыре там очень много. И вообще, третья вообще не будет. Вот, кстати, о волшебстве, пока мы готовились про этой передачи, я научился выходить в дом почти буквально. А я перестал спорить по мелочам. А я поняла, что если плохое настроение, то нужно просто выспасаться. А я стала намного недержимой эмоций. Понимаю, что это не работает, что вы знаете, то дружеская печаль, которая вам можно было жить. А значит, это работает. Значит, ставя мелкие проблемы позади себя, мы можем более уверенно двигаться вперед. В своей программе мы хотим своей энергией, своим голосом передать слушателю мелочность точенства проблем. И научить его проще относиться к ним. Спасибо большое. Программа. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Например, у вас? Ух! Структура передачи. Структура передачи. Ну, это радиоспектакль. То есть сначала у нас выступление, поступительное слово ведущего. И в отношение проблемы нашей передачи в первую статью. То есть то, что из-за мелких всяких ирястостей мы не умеем страдовать каждому взросли. Потом, собственно, у нас будет три теории, они, насколько у нас лет, на самом деле репортажа, они будут со вставками одного лица и рядом с людьми, когда ты наступаешь на руку и вот прочее. В итоге все три наших героя встречаются, как видите, одного дома, потому что так остается, что они вместе живут. Они идем и закрывают, и в итоге выходит разговор, в котором приходит в службу все делающиеся последствия. Что мы в своем моменте, который будет подводить нашего слушателя к определенным возрастам, к мэраю. А в аудиториях, в принципе, от восемнадцати и дальше... У всех есть свои мелкие проблемы и мелкие трудности, с которыми сталкивались, они накапливаются, и некоторые не умеют, наверное, их распределять внутри себя, чтобы отдвигать их на задний план и отдвигаться вперед. Даже если это не умеет, я думаю, что тебе есть такие люди, которые не успеют. Ребята, вы сказали, что ваша передача, то есть у каждого каждого человека тела, да? Нет, у нас изменилось то, что у нас будет одна передача, как бы... Мелочи жизни, вы считаете, что там... О чем еще это будет? Хорошо. Хорошо. Ну, тут я не знаю. Вот она в строге, была комфортка, забыла телефон, опоздала очень много таких ситуаций... Это одна передача. Это одна передача. Одна передача в 15 минут. Да, да. Для остановки, может быть, естественно, у таких огромных проблем. А если я не знаю, я не знаю, я не знаю. Нет, я же, пожалуйста. Да, 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 да. А вот что вы хотите? Вы? Мораль хотим, чтобы люди поняли, что милостью из проблем, вот это все, которое... Ногу сломанную, забыли телефон, это не стоит наших денег, это не стоит наших переживать. Мы должны двигаться вперед, и как бы... Если мы забыли телефон, то у нас становится забыли. Это не кульминация нашего дня, это не кульминация определенного момента. Мы должны как бы двигаться, если у нас какие-то есть на определенный день планы, мы должны двигаться к ним, а не украшиваться к ним. Середа этого дня, это за один день, может быть, даже в каких-то данных днях, где у человека используется состояние на весь день. Ну, я сама очень часто говорю по этому поводу. Вот раз она ждет, она может подтвердить. И как бы из-за этого мы не замечаем очень много хорошего, что происходит. Есть люди, которые на них обращают внимание обязательно? Которые совсем абстрагируются? А есть подруги, которые всегда молоды? У меня не вопрос, если честно, я вообще не понимаю об этом. О чем это? Что это? И вообще, я, допустим, если как-то владелец холдинга, я не знаю, а с чем вас выпускают? Я не знаю, что такое передача, какой-то не показали бы. Но честно, я даже не вижу, как это можно с ротацией передачи. Интересует сам сценарий или цель? Я, честно, я вообще не понимаю. В конечных продукт я для себя не могу его... В конечных продуктах это может быть пятиминутная рубрика, безусловно. Если назвать большое ранее. Тут 15 минут. Там у них три слои. Соответственно, каждый из этих слои будет идти по пять минут. Там еще есть справка. Там у человека и завтра там... Ведущий, то есть, он поддерживает всегда... Это 15 минут для нашего репота. На радио Большого Сполагида и соц. 5 минутки все эти три слои нашли на три программы. Спасибо. 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 Продолжение следует...